Добрый день, дорогие друзья! Прослойка номер три. Как вы думаете, есть ли что-нибудь общее между жужжащей пчелой и евреем, читающим Шма-Исраэль? Вроде бы, кажется, вещи совершенно не связаны, однако между ними есть что-то общее. Не будем торопиться и рассмотрим этот вопрос. Первый вопрос. Центральная еврейская молитва, основа еврейской веры. Шма-Исраэль, Ашем-Элукену, Ашем-Эхад. Наши мудрецы говорят, что, произнося эту молитву, надо не только думать о единстве Всевышнего и о том, что Он Царь над нами, принимать Его власть над нами, но и произносить каждую букву этих слов правильно. Одно из вещей, которую рекомендуют наши мудрецы в произношении слова Эхад, это удлинять букву Далит. Произносить ее длинно и в это время думать о том, что мы провозглашаем Царство Всевышнего на четырех сторонах света. Далит, Гематрия 4. Очень много комментаторов и авторов объясняют, о чем надо думать, но не так много комментаторов обсуждают вопрос, а как эту букву удлинять? То, как мы ее произносим сейчас, Д, удлинить ее просто невозможно. Существует невероятное количество различных попыток ее удлинить удваиванием ДД или добавлением каких-то гласных звуков после нее ДДД и так далее. Все это наши авторы и комментаторы говорят неправильное произношение этой буквы. Как же произносили ее наши мудрецы? О чем говорит Масехед Брахот на 13 странице? Чтобы это понять, нам надо вспомнить одно правило в древнем и даже в современном иврите. Это правило называется иногда Бегет Кефет, иногда Бегат Кефат, иногда Багат Кафат. В любом случае здесь говорится о шести согласных звуках. Согласный звук. Буквы Бет, Гимел, Далет, Каф, Пей и Таф. Вот эти буквы все представлены у вас здесь. Когда эти буквы пишутся с точкой, тогда они произносятся. В данном случае Бет, буква Бет несет звук Б. Это смыкание двух губ. Когда точки нету, смыкание двух губ нету. Происходит прямое движение воздуха через щель между губами. Вет. То же самое с Гимел. Когда внутри Гимел есть точка, она несет звук Г. Смыкается небо с языком в задней части рта. Когда точки нету, она произносится как украинское Г. Гимел. Воздух идет через щель во рту. То же самое происходит с Далет. Далет с точкой несет звук Д. Однако Далет без точки несет звук В. То есть создается щель между зубами верхними и языком. И через эту щель проходит воздух. И именно то же самое, кстати, и происходит с буквой К. Х. Каф. Хаф. П. Ф. И Таф. Цаф. Поэтому, когда наши мудрецы в Масехет Брахот говорят нам, что надо удлинять Далет, произношение, которое они имеют в виду, это не Эхад, а Эхадз. И бесспорно такую форму произношения буквы Д, называемую мягкой Далет, произношение можно удлинить и нет никаких проблем в произношении. То есть, как вы видите, везде, где стоит точка из этих шести согласных, звук произносится смыканием чего-то. Поэтому эти согласные называются плазит, пласив, то есть взрывные прикосновения частей речевого аппарата. И есть тот самый взрыв, который произносит звук. Отсутствие этого прикосновения и создание щели, через которую проходит звук, дает более мягкую форму произношения. Со временем еврейский народ сохранил Бет и Вет, сохранил Каф и Хаф, сохранил Пэ и Фэ. Ашкенадские евреи сохранили разницу между Таф и Таф, правда, заместив букву Таф буквой Саф, буквой Сэ, что довольно близко. Что касается буквы Гиммел, Далет, эти буквы произносят отлично, с точкой и без точки. Некоторые общины, такие как Йеменские, Иракские общины, бухарские евреи в классическом произношении своем делают разницу между Г с точкой и без. Есть Г, есть Г звук. Но в данном случае большинство еврейского народа перестало произносить мягкую Далет как букву З, и поэтому не совсем понятно, о чем говорит Талмуд. При этом на протяжении многих сотен лет книги печатаются, сидуры печатаются, и везде рекомендуется произносить букву Далет, Вээхат длинно, при этом не объясняя, как именно это делать. В Шма-Исраэль есть еще одно слово в конце, Тизгру, чтобы вы вспомнили, чтобы напомнили себе. И там тоже рекомендуется произносить букву З, увеличено, акцентировано, лиман Тизгру, чтобы слово это звучало правильно, а не Тизгру, которое бы означало финансовое обогащение. Поэтому, если мы бы послушали, как произносили древние евреи Шма-Исраэль, мы бы услышали, что в начале происходит в синагоге некое жужжание на слове Эхавз, а в конце Шма-Исраэль, в конце этой молитвы община делала акцент на слове Тизгру. Именно заметив это, молитву Шма-Исраэль, еврейской общины в синагоге, средневековый еврейский поэт Шмуэль Ибн Габироль сравнил с жужжащей пчелкой и написал такое стихотворение в стиле Рубаи. Вольный перевод буквально следующий. Медленно пой свою песенку, пчелка, да будет произнесена молитва Шма из твоих уст, провозглашаешь единство и удлиняешь Эхад, жужжа в зехер, напоминая о Всевышнем. Вот такая вот маленькая прослойка. Поэт Шмуэль Ибн Габироль в действительности заметил много общего между произношением молитвы Шма-Исраэль и жужжащей пчелой и немножечко намекнул нам о том, что имел в виду Талмуд, произнося, говоря о том, что надо их удлинять до Литвыхад. Данное обсуждение не является указанием для практического применения. О том, как надо практически правильно произносить Эхад в молитве, пожалуйста, обратитесь к своему раввину или учителю. Большое всем спасибо, с вами был Барух.